Привет, это Креста Теллен Гейминг. Сегодня мы будем смотреть немного современной классики. Первоначально выпущенный в 2014 году This War of Mine, инди-игра от 11-Bit Studios. This War of Mine, это скроллер для одиночной стратегии выживания, в котором вы играете не за солдата, а за гражданина посреди современной войны, разрушенный город. Полное издание игры, на которое я буду смотреть, включает обновление юбилейного издания, которые включают обновленную графику, новых персонажей, локации и концовки. Это также включает в себя дополнение малыши, которое исследует выживание в военное время глазами ребенка, а также прошлый сезон истории, который включает в себя три новых сюжетных сценария. Мы рассмотрим все доступные дополнения в будущих видео, чтобы следить за этим. Финальная версия включенной базовой игры также добавляет другой сценарий, новые локации из расширения истории, квесты, события и другие дополнительные услуги. Системные требования к ПК действительно невелики, хватит почти любого двухъядерного процессора под управлением Windows 7 или новее и 4 гигабайт оперативной памяти. Каждая игра начинается с рандомизированного сценария, который включает от одного до четырех обитателей из более чем дюжины доступных персонажей, каждый со своими уникальными характеристиками. Некоторые могут готовить с меньшим количеством отходов, некоторые могут воровать без угрызений совести, в то время как другие могут носить больше предметов. Игра имеет внешний вид наброска угольным карандашом, преимущественно черно-белую среду с художественным чувством выброса. Чтобы сохранить свои ящики живыми, тебе придется приложить все усилия, чтобы собрать припасы, собирая мусор, граби или воруя у других, разбирая завалы. Взламываешь замки, взламываешь двери, обыскиваешь ящики и крадешься повсюду. Создание предметов и модернизация оборудования — большая часть этой моей войны. Ты будешь создавать улучшенные предметы, такие как инструменты, оружие и боеприпасы, верстаки, обогреватели, печи, кровати и многое другое. Ты также будешь перегонять алкоголь, выращивать растения, ловить животных, готовить еду и сворачивать сигареты. Основной источник поставок — это случайный торговец, который приходит и стучит. Обрати внимание на реакцию людей на каждый предмет и выясни, с чем они готовы расстаться по дешевке или за что готовы щедро заплатить. Иногда соседи останавливаются, просят еды или лекарств, предлагают припасы или просят о какой-то помощи, а иногда и о месте для ночлега. Чтобы сохранить жизнь своим обитателям, тебе нужно будет управлять всеми их потребностями и желаниями, включая болезни, раны, депрессию, счастье, сон и голод. И временами это может быть довольно сложным балансом. В какой-то момент игры ты, скорее всего, столкнешься с ситуацией, когда избежать драки просто невозможно. Тебе нужно будет защищаться, используя ножи, инструменты и огнестрельное оружие. Ты же не хочешь умереть в этом, потому что второго шанса нет. Радио — это основной источник информации и текущей ситуации за пределами твоего дома. Чтобы найти информацию о войне, о преступности, намеки на товарные ценности, а также музыку. В конце каждого дня ты будешь вынужден принимать какие-то решения. Ты можешь отправиться на поиски товаров и материалов, постоять на страже от мародеров и штыков или наверстать упущенное за столь необходимый отдых. Текстуры и анимация совсем неплохи для того, чем должна быть игра. Игра имеет четкую и четкую презентацию без каких-либо излишеств. Сдержанная графика и преимущественно черно-белый мир, заполненный углем, помогли продемонстрировать мрачную атмосферу жизни в раздираемой войной стране. Хотя звуковые эффекты ни о чем писать, они не кажутся неуместными и хорошо передают действия игры, даже если палитра звука ограничена. Я скажу, что атмосферный шум взрывов и боя на расстоянии очень хорош. Это действительно помогает сгустить контекст игры. Музыка тоже довольно хороша. Это тихо, расслабляюще, надеясь вместе с приглушенной графикой еще больше создать настроение, которое предлагает игра. История здесь не особенно глубока, но она очень интересна. Игра мало что дает для начала и позволяет тебе изучать обрывки информации здесь и там. Ты получишь немного новостей по радио, несколько хороших выпусков от прохожих и из многих мест, которые ты посещаешь. Итак, хотя история не всеобъемлющая, она захватывающая, и со временем вы постепенно создаете эмоциональную привязанность к своим персонажам, а также изучаете, как они реагируют на события, действия и беспорядки на протяжении всей игры. Управление очень простое. Наведи и щелкни, и все. Это делает интерфейс чрезвычайно простым для навигации. Как бы то ни было, узнать, когда можно использовать определенные предметы и каким образом, гораздо сложнее. Тебе нужно научиться управлять своими персонажами, нуждающимися как в физическом, так и в умственном плане. Это довольно забавная игра, в которой происходит гораздо больше, чем то, что вы видите на первый взгляд. И это часть того, что делает игру такой приятной. Ожидай, что на завершение базовой игры уйдет от 5 до 10 часов, а 4 дополнения добавят еще от 15 до 20 часов. Здесь тоже есть некоторая реиграбельность. Продолжительность игры может варьироваться от 20 до 50 дней. Есть довольно много игровых персонажей, как различные сценарии для изучения, так и возможность полностью настроить сложность зимы, продолжительность игры и другие параметры. Кроме того, игра предлагает возможности моддинга в комплекте с интеграцией Steam Workshop, так что вы можете создавать или загружать моды для дальнейшей настройки игры, что опять же добавляет дополнительную ценность названию. Я думаю, что этот уникальный взгляд на войну с совершенно другой точки зрения, это то, что стоит изучить всем, кто хочет попробовать что-то новое или немного отличное от того, во что они играли раньше. Эта игра получает мой голос. Купи это, пока оно продается. И это абсолютная кража. Как всегда, спасибо, что наблюдаешь за всеми. Если тебе понравилось видео, не забудь поставить лайк, прокомментировать и подумать о подписке на дополнительный контент, подобный этому. Это Крис из Теллен Гейминг, подписывающий контракт.